В России есть две самые популярные телепередачи. Это новогоднее обращение президента и прямая линия с Владимиром Путиным. В 14-й раз разговор с народом прошел в этот четверг. Он длился 3 часа 40 минут. Из 3 миллионов вопросов глава государства успел ответить только на 80. Среди них было немало и о личном. Итак, штрихи к портрету президента. Прямая речь. Недавно в газетах было написано, что Людмила Александровна вышла замуж. А когда вы представите нам первую леди нашей страны? Мы с Людмилой Александровной иногда видимся. Не часто, но встречаемся. У нас очень добрые отношения. Может быть лучше, чем были раньше даже. Но, да, и знаю, что у нее все в порядке. Что там в газетах пишут, это отдельная тема. Но она своей жизнью довольна. Все хорошо. Я тоже доволен. У меня тоже все хорошо. Нужно ли вот как на первый план выдвигать вопросы, которые вы сейчас затронули? Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или на цены на нефть. Но, может быть, когда-нибудь я и смогу удовлетворить ваше любопытство. Спасибо большое. Как вы относитесь к кашам на завтрак? Все ли каши любили в детстве? И что делали, если вас заставляли есть нелюбимую кашу? Зайцева Анастасия, Санкт-Петербург, 9 лет. У меня вот так вот, я жил, что меня не заставляли делать то, чего я не хочу. Что касается каши, то я их с удовольствием ем. Каждый день, полтора. И сегодня тоже. А вот здесь как раз добавление. Поменялось ли отношение к кашам с возрастом? Поменялось. Лучшую сторону. Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу. Спасибо. На чем стали экономить лично вы? На времени. Это самое дорогое, что у нас есть. Какими лекарствами лечит президента? Импортными или отечественными? Ну, я стараюсь до этого не доводить. Я стараюсь спортом заниматься, вести здоровый образ жизни. Но... А все-таки, если приходится? Если приходится, вот простуды бывают. Я стараюсь делать что-то вроде прививок в своевременное. Перед гриппозным периодом. Но... А если все равно зацепило? То, что дают, то и принимают. А там наверняка есть и отечественный, и импортный набор. Но они самые простые. Я думаю, что как раз из дешевого сегмента. Вы ругаетесь матом, когда точно знаете, что вас не снимают? Если да, то на кого? Бывает. На себя только. Значит, недовольны собой в чем-то. Ну, виноват. Может, и не надо было говорить. Но что ж... В России есть такой грех. Отмолим. В прошлом году вы сказали, что спасли бы тонущего Обаму. Ну, а если бы сейчас тонули Порошенко и Эрдоган, кого бы вы спасли первым? Варя Кузнецова, 12 лет. Варя. Варя, ты ставишь меня в трудное положение. Даже не знаю, что сказать. Ну, вот, пожалуй, так. Значит, если кто-то решил утонуть, спасти его уже невозможно. Но мы, конечно, готовы протянуть руку помощи и руку дружбы любому нашему партнеру, если он сам этого хочет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.